Присоединяется Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, экс-председатель Общественной палаты Башкортостана. Доброе утро. Доброе. Начнем вот с чего. Очень сейчас много информации касательно этого теракта. И, как показывает практика, даже спустя 19 часов Путин обратился к народу Российской Федерации, где также косвенно намекнул на вину Украины в этом теракте. И, как видим сейчас, абсолютно уже каждому понятно, что ИГИЛ взял на себя ответственность за этот теракт. Даже есть фото, видео доказательства. То есть даже... Угрожает новым терактам, кстати. Даже дилетантам уже понятно, что в первую очередь это вина за ИГИЛом. Но все равно российская пропаганда продолжает как-никак, но где-то, но ссылаться на то, что это якобы вина Украины. Байден, понятное дело, Зеленский, Украина. То есть методически все одинаковые. Ростислав, а с чем связано, вопреки такому огромному количеству фактов, доказательства, что это дело рук ИГИЛа, почему до сих пор даже на таком высоком уровне, высоком, я имею в виду, приближенной к Кремлю, продолжают настаивать на том, что нет, все-таки это Украина виновата в этом теракте? Ну, дело в том, что понятно, что Путин и его помощнички, подельнички, они заигрались вот в эти все игры с международными террористами. Они взаимодействуют, наверное, с доброй половиной этих экстремистов, которые действуют сегодня по миру, потому что, ну, они потеряли любой контакт и взаимодействие с миром цивилизованным, демократическим. Соответственно, они пытаются выстроить отношения с такими вот ребятами-сомнителями для решения каких-то своих задач. То есть, ну, собственно говоря, вот конкретно эта история, то, что касается вот ИГИЛа, точнее вот этого подразделения, которое взяло на соответственность, которое действует в основном в Афганистане, там же есть большие противоречия с Ираном. А Иран, как вы знаете, сегодня один из прям вот там в десна бьется с ними Путин. И, в общем-то, без Ирана Путин, наверное, не смог бы так сегодня терроризировать Украину, как он сегодня это делал. Потому что, ну, не мне вам рассказывать, да, я тут провел три недели, а вы живете там постоянно. И, в общем-то, эти шахиды, которые поставляются из Ирана, это, конечно, для Путина, ну, такая палочка-выручалочка, да, в его бандитских делах. Ну, и, соответственно, как бы вот это взаимодействие с Ираном, оно, конечно, вызывает ревность у других бандитов, да, которые действуют в других странах. Ну, плюс к тому, там тоже Путин на какой-то черт полез еще до Украины, точнее, до полномасштабного вторжения в Украину, полез в Сирию, застрял там, там тоже повяз в самых, в общем-то, грязных разборках там друг с другом различных крыльев, различных группировок. Ну, и, соответственно, Путин ведь, понимаете, он ведь не может смотреть на два-три шага вперед. Он же очень плохой, на самом деле, стратег. Он рефлексирующий человек, он человек настроения, а настроение на фоне гормональной терапии, которую он переживает с 2012 года, когда у него впервые перевелся онкологию, в общем-то, она, конечно, это не может не оставлять своих каких-то таких вот эффектов, эффектов, типа вот этого вот, знаете, дергания истеричного, постоянного, да, то есть что-то случилось, и он начинает доставать автомат Калашникова, беспорядочно полить в разные стороны, ну, это я условно-образно говорю, да, то есть понятно, что человек не совсем адекватный, грубо говоря, и, соответственно, вот в этих вот своих неадекватных метаниях он попытался подружить со всеми сразу бандитами на всей планете Земля, а с ними дружить-то достаточно тяжело, понимаете, потому что, ну, они друг друга все не любят, у них моментально разговор короткий, они сразу достают свои бомбы и пистолеты и начинают тоже в разные стороны стрелять, соответственно, вот это вот как бы такой прелюдией, да, является, потому что я дальше хочу рассказать, ну, а дальше мне кажется, что все-таки это все произошедшее действительно в интересах Путина, а точнее вот опять-таки, как я говорил и после трагедии с Навальным, это, грубо говоря, вот снова та часть, которую Путина называется генералами, силовиками, вот это та часть, которая постоянно хочет усиления своего влияния и которая не может ни через что другое усиливать свое влияние, кроме как, естественно, через насилие, через теракты и так далее. Соответственно, посмотрите, вот когда Путин выстраивал взаимодействие со всеми этими бандитскими группировками, тут он, значит, взаимодействовал с Ираном, тут у него в Сирии интересы, тут в Афганистане, и, соответственно, его, вот эти путинские генералы, они колесили по миру, они навещали всех этих талибов, куситов, понимаете, они, грубо говоря, пытались еще и сделать довольно невозможные вещи, то есть, ну, как одновременно можно принимать талибов, там разговаривать с ними, говорить, что они классные ребята, и одновременно также зачинать дружбу и с лютыми их врагами, потому что там они не очень это все понимают и принимают. Ну, так вот, и, соответственно, вот два путинских генерала съездили к одной противоборствующей группировке где-нибудь там, вот там на востоке, да, соответственно, а два съездили к другим. Ну, вот у одних один интерес, а у других другой. И, понимаете, когда эти генералы рассуждают и видят, что, ну, вот сейчас действительно высока опасность теракта, потому что мы заигрались, и генералы друг с другом на закрытом генеральском совещании в генеральской бане, говорят, ну, давайте, может быть, предотвратим этот теракт. Ну, а один из самых циничных из этих генералов говорит, ребята, зачем? Ну, сейчас вот случится теракт. Кому больше власти дадут после этого? Ну, не либералам же, очевидно, да, ну, не Кириенкову, условному. Ну, условный, конечно, это либерал. Это, как я всегда говорю, это из двух банд-людоедов, человек, который меньше ест людей. Ну, соответственно, вот, я думаю, что прекрасно знали, конечно, многие в окружении Путина о том, что это будет. Более того, многие, подчеркиваю, с этими людьми там, на Востоке, взаимодействовали, но недовзаимодействовали, и они считали, что все это в интересах вполне себе дальнейшего закручивания гаек, потому что они прекрасно знают, что народ России на мобилизацию больше идти не хотел до этого момента. Естественно, они понимали, что если случится кровавый теракт, который они привяжут за уши там как-то к Украине, то можно будет натравить Соловьева и всех остальных на то, чтобы, значит, убедить россиян в том, что, ну вот, посмотрите, какой Зеленский нехороший, он уже, значит, привлек Талибан, и, значит, вместе с ними, и с ИГИЛом, и также Байден там еще где-то за спиной у них стоял. Ну вот они вместе дружно нападали на Россиюшку. Ну, соответственно, это же, как бы, действительно неплохой повод для того, чтобы эскалировать в России антиукраинские настроения, для того, чтобы эскалировать в России провоенные настроения, которые, как вы знаете, наверное, по многочисленным опросам независимых социологов российских, антивоенные настроения в России сильно начали снижаться. Ну, соответственно, движение мобилизованных стало шириться. Ну, а сегодня что там, где оно, движение мобилизованных? Естественно, сейчас оно хвост прижало и притихло, потому что, ну вот, видите, какие ужасы творятся. Ну, поэтому все абсолютно в интересах Путина, и я уверен, что часть его подельников это осуществило именно в его интересах. Да уж, и вы вспомнили о том, как Российская Федерация всегда, ну, особенно политика Путина, да, международная, всегда по лезвию ножа с террористами, как говорится, ходила, ну, а иногда и даже ручкались. Вот если вспомнить тех же врагов ИГИЛа, ИГИЛа, талибанов, как встречали, да, талибов встречали и ручкались, и Лавров говорил, мои коллеги, да, здравствуйте. Ну, вот не об этом хотелось больше спросить, а о том вообще, да, последствия. И вот что сейчас, на сегодняшний день имеем, то, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения семерым подозреваемым в теракте в концертном зале «Крокус-Сити-Холл», и всех отправили в СИЗО до 22 мая, четверо — это якобы непосредственно стрелки, и еще трое — семья Исламовых, продавшие подозреваемым в расстреле автомобиль «Рено», на котором передвигались боевики. Отметим, что бывшие собственники машины сами обратились в полицию после того, как увидели автомобиль в новостях. Как вы считаете, вот обычно, если вспомните, да, предыдущие перевыборы Путина, так называемые, и те теракты, которые накануне выборов происходили, и после тоже такие случаи были, террористов уничтожали, а этих судят. О чем это, может, говорите? Это для того, чтобы общество показать, как борются с террористами. И, учитывая то, что заговорили о смертной казе, да, снять мораторий на смертной казнь, какие последствия могут быть этих всех событий? Вот таких два аспекта. Ну, смотрите, действительно, Путин всегда использовал террор в своих интересах. И, в общем-то, ни для кого не секрет, что, в общем-то, вот этот стремительный такой, знаете, геометрической прогрессии, рост рейтинга Путина еще в 99-2000 году начался именно, естественно, с терактов, а именно на Каширке, на Гурьянова. Почему-то в России есть любители, даже среди либерального нашего кружка, поговорить о том, что нет, это все теория заговоров, нет, там все-таки действительно были террористы, посмотрите, вот поймали Ачемеза Гачияева. Ну, я в такие рассказы не очень верю, потому что всегда за любым Ачемезом Гачияевым сидит какой-то очень приличный на вид мужчина в темно-синем пиджаке, в красном галстуке, в очень высоком кабинете. В общем-то, по-другому это не работает, потому что всегда террористы связаны с политикой. То есть вот этот вот международный терроризм, который просто от того, что люди очень любят одну религию и очень не любят другую, я не верю, поскольку я являюсь, в общем-то, прагматиком и я понимаю, что все это очень дорогостоящая история, что кто-то снабжает деньгами, оружием, да много чем еще вот всех этих людей, которые вот там, собственно, находятся где-то в землянках, в Афганистане и в других подобных странах, и, в общем-то, являются пехотой всей этой истории. Соответственно, теперь почему поймали этих террористов и так их показывают? Ну, во-первых, для всех очевидно, что путинская силовая вертикаль оказалась насквозь прогнившей и не способна ни на что, абсолютно импотентской, потому что, в общем-то, предупредили американцы с достоверностью ровно в 100% о том, что теракты эти будут. Даже сразу назвали, оказывается, кто это будет делать, какое конкретно подразделение, какой конкретно террористической организации. Ну и, соответственно, россияне, они же тоже как бы все-таки, учили в школе дважды два, сложить в четыре в состоянии в целом. Ну, поэтому, в общем-то, для них может быть очевидным и понятным, что эти спецслужбы действительно умеют только в десятером скрутить студентку, которая стоит с плакатиком «Мир в мир». Ну и, собственно, и больше, на самом деле, все эти силовики же они ничем не занимаются. То есть все последнее время я вот с ужасом ждал о том, что действительно что-то подобное начнет происходить, потому что, ну, какие силы, какие огромные силы отвлечены сегодня на войну в Украине, на войну с теми, кто против войны в Украине, среди россиян, а таких много и становится все больше. И поэтому было понятно, что преступность, в общем-то, будет поднимать в России голову. И началось это все с бытовой преступности, вот с возвращения этих бандитов с войны, которые там, неважно, даже иногда вернулись из тюрьмы или просто в условиях войны стали убийцами и негодяями. И, соответственно, началось оттуда. Но было понятно, что если кто-то захочет как-то пошуметь, то возразить это, в общем-то, будет некому. И поэтому, действительно, они ехали час. Ну, потому что они же не ехали на задержание студентки, которая стоит с плакатиком «Мир в мир». Туда бы они добрались за минуту, безусловно. На всех вертолетах мира бы долетели. Ну, соответственно, этих показали россиянам, чтобы было как бы ощущение все-таки у них какой-то защищенности на будущее. Посмотрите, как быстро их поймали. Безусловно, я уверен ровно на 100%, что это какие-то случайно, рандомно подобранные люди, возможно, никак не имеющие отношения вообще к этому теракту. Но, вероятнее всего, как вот эксперты многие говорят, я очень много над тем уже всего почитал, это так называемая группа отвлечения. То есть, когда нужен какой-то ложный след, те, кто осуществляет какой-то большой теракт, они, грубо говоря, для какой-то такой поддержки рядом с собой держат какую-то группу, которую потом отдают на съедение и силовикам, и, грубо говоря, медиа. Потому что, ну, по каким-то причинам не надо, чтобы было понятно, кто на самом деле осуществлял. Ну, и, соответственно, они берут, нанимают на какие-то вспомогательные работы. В принципе, здесь сходится и сумма оплаты, которую получили эти граждане Таджикистана. То есть, 500 тысяч рублей. Понятно, что за 500 тысяч рублей, сколько там десяток людей, не пойдет убивать сотни людей из автомата, потому что, ну, как бы есть какие-то все-таки моральные ограничения у людей, как правило, по поводу убийства. Но, в общем-то, эти деньги этих граждан не могли заработать в такси, на стройке, где угодно. Это, в общем-то, невеликие получать деньги, если поделить на них на всех. Соответственно, вероятнее всего, их наняли, я не знаю, что-то подвезти, отвезти, там где-то постоять. То есть, они, скорее всего, не знали, где их используют. Скорее всего, их использовали в темную. Вполне вероятно, среди них при этом и были какие-то действительно поклонники каких-то религиозных культов, потому что, ну да, это, в общем-то, неплохой ложный след для тех, кто их нанимал. Но при этом, я думаю, что все-таки, конечно, по их внешнему виду понятно, что первые скрипки в этом процессе они не играли, безусловно. Ну, потому что я тоже говорил с профессионалами, в общем-то, из соответствующих силовых структур одной из стран. Так вот, я аккуратно скажу, чтобы никого не сдать. В общем-то, и мне было очень подробно объяснено, как действуют профессиональные убийцы из спецназа. И, по мнению моего собеседника, это были именно они. Потому что есть определенный хват автомата, есть определенная техника стрельбы, техника прикрытия друг друга. И, в общем-то, для моего собеседника было очевидно, что люди, которые убивали там людей в Крокусе, они были подготовленными очень. А вот те граждане Таджикистана, каждый из которых работал, кто-то таксистом, кто-то парикмахером, ну, это я не знаю, сколько месяцев, сколько лет, нужно таксиста по вечерам или когда он вдруг свободен, понимаете ли, вот натаскивать, обучать вот этим вот приемам, которым должны овладеть профессиональные убийцы-спецназовцы. Это очень неправдоподобная версия, честно говоря, я даю ей полпроцента. А вот то, что действительно какие-то наемники профессиональные или профессиональные сотрудники спецслужб, это осуществили, у меня уверенность как раз есть полная. А эта группа для прикрытия была взята, и именно поэтому их так отдали прямо на съедение, их поэтому отправили прямо вот на этом вот том же автомобиле, к которому они туда приехали. То есть все было понятно, все было белыми нитками. Вот посмотрите, вот они преступники. На них только не написали, знаете ли, большими буквами такое объявление, что вот он террорист, убийца, талибановец. Вот, соответственно, вот мы имеем ситуацию, когда мы пока не знаем, кто конкретно осуществлял этот теракт, потому что эти таджики, скорее всего, его не осуществляли. Но я убежден еще раз, еще раз это подчеркиваю, что нити к заказчикам ведут куда-то вот в сторону Кремля, в сторону одной из его силовых башен. И, возможно, и Путин каким-то образом понимал, что это может быть осуществлено, и ничего не сделал. Ростислав, вам огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Напомню, Ростислав Мурзагулов, политтехнолог, экс-председатель общественной палаты Башкортостана, был с нами на прямой связи. Буквально.